Тыщ, всем привет, в жизни я люблю три вещи, разоблачать загадочную срань, объяснять всем, что это не синяки под глазами и искать интересные факты. Так вот насчет последнего, я безумно люблю удивляться и удивлять, поэтому решил создать рубрику с фактами, которую бы никто никогда не загуглил. Любая абсурдная или интересная херня, которая попадается мне под руку, сначала проверяется, а потом рассказывается вам. Эта рубрика называется... Что? Потому что именно такой реакции я от вас жду. Вы знали, что некоторые термиты взрываются, пытаясь защитить своих собратьев. Я уверен, на этой фотографии вы сразу найдете парня, который вот-вот готов бабахнуть и уничтожить своих обидчиков. Но нет, это не он. Это термит солдат и у него классические меры уничтожения врагов. А вот это термит рабочий, старый рабочий, который уже слабо помогает своей колонии. Зато он в спине таскает с собой вот этот синий боезапас и готов в любой момент перейти в режим комикадзе и забрать с собой толпу негодяев. Если вы подумали, что это будет работать вот так, за королеву, то нет, все намного скучнее. Да, это вы сейчас видели, как нечто вырывается из тела термита и поверьте, вместе с этим там есть и внутренние органы. Он убивает себя, но этот липкий боезапас настолько токсичен, что любой, кто прикоснется к нему, скорее всего, тоже погибнет. Чешские ученые обнаружили термитов-смертников. Эти насекомые имеют способность к самоуничтожению, когда достигает пенсионного возраста. Здрасьте. Это власти? Кажется, я нашел химическое оружие. Химическое оружие нашел, да. Ну раз уж мы начали про внутренние органы, акула выплевывает свой желудок, кстати. Не так, как ты после того, как отравился, а реально выплевывает, а потом возвращает обратно. Такое в животном мире встречается не часто, поэтому смотрите внимательно. Это была эверсия желудка и некоторые акулы этим промышляют, чтобы очистить его от всякой нечисти или когда стресс. У меня тоже часто стресс, но надеюсь, до такого не дойдет. Некоторые морские огурцы, кстати, защищаются таким образом, только все это выходит из ануса, они буквально срут на своего противника внутренними органами. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а ты решил ко мне лезть? Ты засранец, вонючий, мать твою. Эти трубочки кличут кувьеровыми органами и они липкие и токсичные, так что рыбкам и крабикам лучше не находиться рядом в этот момент. 17 июня 1871 года в штате Огайо произошла такая тупость, что мне даже смешно об этом думать. Видите, прям смеюсь. Политический деятель Клемент Виландигем под конец своей жизни работал адвокатом и его работой в тот момент было защищать Томаса Магиана, которого обвиняли в убийстве человека в баре во время потасовки. Клемент знал, что делает. Он умел обращаться с оружием, по крайней мере он так думал и решил продемонстрировать в суду версию, как жертва сам себя застрелил, пытаясь достать пистолет, но перед этим решил продемонстрировать это другим адвокатам, которые находились в отеле. У него в номере было два пистолета. Один как улика, которую мы принесли, незаряженный. Один его собственный, я так понимаю, совершенно такой же пистолет. Так вот, он перепутал и взял свой и я не могу, это нужно показать. Так пацаны, показываю один раз. Он стоит такой и пистолет вот так неловко настаёт. Да, адвокат застрелил себя, пытаясь оправдать подсудимого. Самое смешное в этой ситуации, что суд такой, ничего себе, такой и правду возможно и оправдал его. А как же удивителен этот мир. Что? Приплетаю супергероев. Я типа супермен и вы знаете, что я умею летать, но так было не всегда. Когда в 1938 году супермен впервые появился в экшен-комикс, он не умел летать. Быстро бегал, это да, но летать не мог. Вместо этого он прыгал на вполне определенное расстояние, одна восьмая мили. Странно? Конечно странно. Надеюсь враги ему когда нибудь говорили, ты допрыгаешься. Было бы эпично. Но что нам эти супергерои, мы и сами не хуже. Если что, то у вас есть суперсила, про которую вы даже не догадывались. А что если я вам скажу, что вы можете из соседней комнаты услышать горячую или холодную воду, мама наливает в стакан, бум, такого супермен вообще не ожидал. Дело в том, что вязкость у горячей и холодной воды разная, поэтому холодная звучит более звонко. А горячая более мягкая. Зашибись, да? Наука! Ты не можешь напевать песни с закрытым ртом, пока у закрыт нос. Пробуй сколько влезет. Это настолько очевидная и простая вещь, но нас это почему-то удивляет. У тебя ничего не получится. Что? В Ватикане произошел такой конченный случай, о котором я просто не могу не рассказать. В 1897 год идет суд над 111 Папой Римским Формозом. Проблема в том, что этот Папа Римский уже умер. Следующий Папа Римский приказал его выкопать, посадил в кресло и над ним реально шел суд. Его допрашивали. Я вам напомню, что трупы не умеют разговаривать, но для них это не было проблемой. Дьякон, позванный специально для этого, просто имитировал его голос. Я прям вижу ваше лицо. Секундочка иронии. Имя Формоза означает красивый или с хорошим внешним видом. Нужно ли вам говорить, что он выглядел в этот момент не подстать своему имени. В общем все указы Формоза были аннулированы, а еще ему отрубили три пальца. Какая потеря, я вообще не знаю, как труп будет без них жить. Жить. После глумления его закопали в ноунейм могиле, потом кто-то выкопал, а потом выкинули в репу. Что вообще происходит? Да и это еще не все. Этот случай настолько странный, что церковь взбунтовалась и бросила нового папу в темницу и там его задушили. И только после всей этой дичи уже новый папа сказал, что нельзя оказывается судить уже мертвых людей. Гениально. Даже не знаю, как они до этого додумались. Так все, мне надоела ваша ложь. Вы обвиняетесь вообще во всех смертных грехах. Что скажете в свое оправдание? Молчание знак согласия, я ведь прав? Что? В 1923 году тренер по верховой езде Фрэнк Хейс внезапно для себя стал победителем скачек с препятствиями. Жаль, что ему на это было совершенно все равно, ведь он умер от сердечного приступа. И лошадь пересекла финишную линию уже с трупом на спине. Я не знаю, какая поговорка сюда больше зайдет. Лучше поздно, чем никогда или тише едешь дальше будешь или... В общем все не зря. Даже в книгу рекордов Гиннесса попал. Очень поучительная история на самом деле. Только я не понял морали, если честно. Что? Ответьте мне на один вопрос. Вы храпите? Вас это бесит? Я вот храплю, но мне на это все равно, чего не сказать про окружающих меня людей. А вообще эта проблема встречается очень часто и затрагивает огромное количество людей на планете Земля. На планете Земля. Что за дискриминация людей, которые сейчас на МКС находятся? Ах, нет, все верно. Ведь в космосе храп невозможен. Когда вы спите притяжение тоже работает, кстати. Ваш язык расслабляется, создается преграда дыхательных путей. Из-за заблокированных путей начинается вибрация, как будто флаг развивается на ветру. И это и есть храп. А если и гравитации нет, то и храпа точка нет. Что? Кстати о космосе. Астронавтам быть опасно, согласны? Как бы что угодно может произойти как при взлете, так и на космической станции. Особенно когда речь про запуск Аполлонов. Потому что это было давно и вероятность проблем была еще выше. Поэтому астронавтам особо не приходилось рассчитывать на большую страховку и вы сами понимаете почему. Здравствуйте, я астронавт. Хочу себя застраховать. Поэтому начиная с Аполлона 11 и заканчивая 16 было принято решение использовать так называемые страховые конверты. Это все официально. Им выдавались почтовые конверты с марками. Они ставили там свои подписи, оставляли конверты на земле, а сами отправлялись в путь. Сделано это было для того, чтобы в случае гибели семьи продадут эти конверты и наверное получат большую сумму от коллекционеров. Сам себя не застрахуешь, никто не застрахует. Ну в общем конверты действительно пользовались спросом и до сих пор появляются на рынке. Аполлон 11 разумеется самый востребованный и за такой конвертик придется отдать больше 300 тысяч рублей. Покупаю 3. Что? Вернемся на землю. Вашингтонский кафедральный собор это потрясающе красивое место. Полная постройка заняла аж больше 80 лет и там можно увидеть целых 112 горгулий и одну совершенно необычную. Как будто это просто фотошоп. Когда строилась внешняя часть собора в National Geographic был проведен конкурс среди детишек на лучшую горгулию. Так вот третье место занял один мальчик, нарисовавший... Дарта Вейдера. Теперь вы можете увидеть на кафедральном соборе в Вашингтоне бошку Дарта Вейдера. Да, интернет это определенно лучшее место, в котором я бывал. Это безумно малая часть фактов, которые я могу вам рассказать. Эта рубрика неисчерпаема, как мне кажется и знали бы вы, как долго я ее хотел. Подписывайтесь, следите за каналом и мы наконец начнем видеть дальше своего носа. Вы же знали, что вы всегда видите свой нос, просто научились его не замечать. Удачи вам теперь его развидеть. А сейчас извините меня, но у меня есть дела. Нужно собрать много вещей в далекое путешествие по разрушенной Америке будущей. Обязательно возьму плащ, потому что ожидается темпоральный дождь, который вызывает старение, а я слишком молод, чтобы умирать. Обязательно возьму пушку, потому что иногда придется пострелять. Правда, это не поможет от потусторонних тварей, но с этим я по дороге разберусь. Пожалуй, возьму лестницу, потому что придется залезать высоко. Кажется, я готов. Успокойся, неадекватный. Death Stranding на PlayStation 4 уже вышло. Я уже боялся, придется реально ногами ходить. В игре это вообще другое дело, особенно когда у меня в руках, а точнее в ногах судьба всего человечества. В Death Stranding вы встретите шикарный звездный каст и абсолютно новые геймплейные механики. А необычный мультиплеер позволит вам сталкиваться со следами деятельности других игроков, но взаимодействовать с ними вы сможете лишь косвенно. А что вы скажете насчет того, что с вами повсюду будет находиться ребенок, являющийся проводником в потусторонний мир, прямо как доска Уиджа, только работает? Вам предстоит наладить связь между оторванными друг от друга поселениями, ведь только объединившись человечество получит шанс на спасение. Глубоко. В общем не задавайте вопросов, эту игру нужно просто приобрести и самостоятельно поиграть в нее от и до, потому что ни один обзор и ни один летсплей даже близко не передаст всех ощущений от геймплея и особенно от сюжета, который заранее уже окрестили гениальным, потому что Кодзима гений. Кстати, еще один факт для вас специально в конце ролика, чтобы было символично. Вы знаете, почему трейлеры фильмов называют трейлерами? Потому что изначально короткие отрывки других фильмов были показаны после основной киноленты, прямо как трейлер, специальный прицеп, тянущийся за тягачом. Но это было не сильно эффективно, прямо как сейчас. Есть. Справились. Зашибется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова